Вас приветствует компания Акадо. Соединяюсь с оператором. Ребят, напомните, как там фамилия, имя? Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, слушаю вас. А, да, вечер, добрый, Вячик. А в Акадо, да, телеком? Да, да, телеком, Акадо. Я вас понял, что там, нормально все сегодня с интернетом? Что-то связь какая-то у вас непонятная, что-то сбои какие-то с электросетями. А неужели вы наш действующий абонент? Конечно, действующий. Конечно. Конечно, я же ваш постоянный... Номер договора из восьми цифр сказать, да? Да, ну, фамилия, имя, отчество. Да. Так не пойдет, номер договора нужен. Ну, меня на жену оформлено, я на Князева. Да. Тогда запишите, пожалуйста, номер телефона напрямую в банинский отдел. Просто вы в отдел продаж попали. А, вы еще продаете, да, там? Так уже время сколько, я думал, вы закрылись уже. Стишка. А? 499-940-00. А как вас зовут хоть? Да. Часов. Вы про масло спрашивали в прошлый раз. Про что? Про масло. А, масло. А у вас масло продается? Да. Морковку у нас спрашивали. Сейчас вы решили проиграть с нами, чтобы вы действующий абонент. А я и так действующий вообще-то. Ладно, Вячик, всего хорошего. Позвоните. Разговоры есть. Есть, я просто его не помню. Я фамилию и имущество только знаю. Ну, хорошо, ладно. Я тогда в абонент позвоню в техподдержку. А я сделаю вид, что поверил. Не, серьезно. Сейчас позвоню прям. Мне просто срочно надо. У меня танк горит в ангаре. Интернет, скорость плохая. А, да, да. Про танк, про танк я помню, да. Про танк тоже был вопрос. Ну, хорошо, Вячик, Иван, Ника. Хорошего вам вечера. Сегодня вы только уже так общаетесь. Я только вот первый раз вам набрал. Соскучился. Вот, да, соскучился, это я понял. Да, Вячик, ну, хорошо. Я думаю, что тут интереснее будет, наконец-то. Да, Вячик, сейчас будет. Сейчас я позвоню в техподдержку. Розыгрыши, как-то не смешные у вас. Хорошо, Вячик, хорошо. Розыгрыши. Ну, хорошо, Вячик, не переживайте. Все хорошо будет. Не переживайте. Кто-нибудь посмешнее, я жду просто. Когда уже что-то будет. Хорошо, Вячик, будет. Хорошо. Будет? Конечно, сейчас будет. Сейчас. Ну, все, сейчас мы отключим-то, да, от интернета этого Яну Князева. Акад Телеком, меня зовут Денис, здравствуйте, скажите, пожалуйста, чем могу. Здравствуйте, мне техподдержка нужда. Да, номер договора или адрес домашний несложный. Чертановская. Корпус первая. Квартира. Договор, скажите, пожалуйста, на кого зарегистрировано? Князева Яна. Ну, нет, наверное, мужчину Князев. А, ну, Князев поймет, что. А, в смысле, уже переделал, что ли? Да, на жену было, что да. На Яну, на жену мою было. Ну, на Яну аннулированный договор, действующий на мужчину. А давно, как правильно. Давно, давно аннулировали. Вот, может, из-за этого переборя со связью. Давно аннулировали. В начале декабря был аннулирован. А, в начале. Вот, заключен новый. Вот на кого заключен? Князев, а имя, отчество, как звучит? Ну, это на меня, Вячеслав. Нет, имя другое здесь указано. А, значит, на деда, царство небесное. Это, наверное, после похорон его. Я понял. Ну, тогда хоть сказать, что там у нас по скорости. Ну, можете имя, отчество сказать? Александр. Вот, князев имя. Александр. Нет, другое здесь имя указано. Как другое? Сергей, что ли? Нет. Не понял, как нет. Антон, что ли? Сын? Нет. Князев, ну, абсолютно другие имена, которые вы называете. Как другое? Так как это возможно? Владимир, что ли, князев? Нет, не Владимир. Ха! Иван, да? Не, не Иван. Нет, вы издеваетесь, да? Хорошо, к вам как могу обращаться? Ну, князь, Иван, тут речь. Антон Сергеевич, у вас некорректный интернет работает или что происходит? У меня, как бы, да, вот, скорость проседает, скорость. Роутер пробовали по питанию? Я пробовал, да. Я вот, внук, перезапускал уже все. Я его и туда. Просто вот, оно вроде как и есть, ну, соединение. А скорости как нету. Как линия забита, знаете, вот. И дома сейчас, рядом с оборудованием находитесь. Да, 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 да. Заденяю вас с техническими специалистами. На линии посмотрелась боев. Мне показывают, сейчас они все проверят. Спасибо. Дождитесь их ответом. Всего вам хорошего. До свидания. Техническая поддержка Акады. Меня зовут Степан. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? А, Степ, здравствуйте. Чертановская. Мне-то сам вам передали, да, информацию. А какую информацию? Ну, по поводу моей, ну, я по поводу своей проблемы звоню. Я Чертановская, квартира, Князев. Да? А, повторите еще раз, а какая у вас проблема? У меня проблема скорость нестабильная. Вот. И дело в том, что у меня, знаете, какая просьба будет. Я вот на три дня уезжаю сейчас с города. Вот. А у меня же там все, камеры наблюдения с интернетом. Можете отключить, пожалуйста, на три дня вообще интернет? То есть вы хотите заморозить услугу на три дня? На три дня. Он будет моим каблуком, а буду его попускать. Я понял вас. Ожидайте, пожалуйста, на линии я вас приведу на специалиста, который занимается именно отключением услуг, потому что я технический специалист, у меня нет возможности. А вы мне скажите, что там у меня по скорости вообще? Что там по скорости? Так. По скорости у вас на данный момент, сейчас посмотрю. Текущая скорость подключения у вас 100 мегабит в секунду. Сколько? Входящая 10 мегабит в секунду исходящая. Ах, хуйня, бля. Ой, в смысле, я вас понял. Ну ладно, слушайте, а сколько там вот есть, допустим, у меня вот сейчас, сколько там, да, сколько там рублей плачу за интернет? У меня нет информации, сколько вы плачете затоить. Какая-то у вас на кого, на меня на оформлено? На Князева, правильно? Да. Да. Или на жену на Князева, на кого оформлено? Нет, на вас, я так понял. ФИО полностью назовите. Князева? У меня. Нет, просто там же договор мы сейчас... Мы в декабре договор переделывали, да. Договор переделывали, да. Вот что-то мы вот узнать, на кого оформила жена. У меня на жену была. А номер договора можете назвать? Яна Князева была. Сейчас не Яна в договоре указан. А кто? Назовите номер договора, либо... А я не знаю, я пенсионер. Пенсионер полностью. Я пенсионер у меня. Не знаете? Да. А номер телефона, который был указан в договоре, не знаете? О, номер телефона. Это супруга, наверное, делал. Я просто пенсионер. Может, сейчас... Так, сейчас я посмотрю. Сейчас очки надену. Ой, так-то ты... Не понимаю. Так, слушайте. Так хрен его знает. Я просто... Мне это интересно. Что ж... Сейчас же квартиру перепродали. Вот. И на кого все услуги оформили. Потому что платить-то мне, понимаете? Платить-то мне за эти услуги. А вот. А они вот переделали это. Я понял. На кого там хоть опор, чтобы я сдал? Давайте я вас переведу на специалиста, который проведет с вами полную идентификацию. А скажем. И также проконсультирует вас по тому, сколько платить и как отключить. Степан. Степан, блядь. Давайте. Переключайте. Ожидайте, пожалуйста, на линии. Да. С вами я прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Давай, шуруй. Фраер. Так, это телеком. Меня зовут Василий. Здравствуйте. Чем могу помочь вам? Здравствуйте. Сейчас у вас связь-то такая. Я звоню. Я Чертановск, 43. Я слушаю вас. Чем могу помочь? Чем помочь? Чем я там с интернетом? Посмотрите. Нормально все. Просто что-то перебои на линии. Сети все в порядке. А вас соединяли с техническими специалистами. Что у вас звонок? Прервался? Да, да. Сказали, вот на вас переведут. Я пошел прервался. Деду, позвони, пожалуйста, по номеру. Плюс семьдесят... Они не могут понять. Неужели вас с ними? А вы кто? Не технический специалист? Максим Дудник. Тюбаси. Скажи, что он посадил в тюрьму твоего друга. Из-за этого ты поцарапал его... Техническая поддержка. Анатолий, здравствуйте. Да, да, Толик. Я с вами общался, да. Чертановская. Не знаю номер договора. Назовите, пожалуйста. Чертановская, столбикорпус. Седьмая квартира Князева. Да, кажется, три договора. Позвони, поздравь, пожалуйста. Нет, там аналированы. Декабрьские. Декабрьские на Князеву Яну у нас мы аналировали. Сейчас какие действующие на какие... А, у вас на кого? На Князева? Князева Яна, вот он аналирован был, да, вроде как? Да. Потому что у меня жена аналировала Яна. Хорошо. У вас сейчас на кого там действующего места, скажите хоть? Князь Дмитрий Алексеевич, да? Да, да, вот. Дмитрий Алексеевич, вот я. Что там у меня? 100 мегабит, ну что ты... 100 приема, 10 отдача, да, Дмитрий? Меня зовут. Да, давайте сейчас посмотрим, Дмитрий Алексеевич. Да. А что у вас, вот именно по скорости вопрос, да? Да, да, да. Что там у нас по скорости? У вас 100 на 10, да. Да. 100 на 10 у вас согласный тариф. Да, да, да. И что ж так скорость? 100 мегабит входящие? Да, да, да. Да, да. 100 мегабит. А что, нет, ну 100 мегабит у меня должно быть. А сейчас у меня сколько? Да. У меня что-то не могу нормально соединяться. У меня вроде как соединение есть, но я не могу в онлайн игры, вот в танки играть. Сегодня пятница, день такой. А скажите... Да, день, дня, пятница очень загруженный. Скажите, пожалуйста, как вы подключаетесь? По кабелю или по Wi-Fi? Ну поймите меня правильно. У меня, я человек не молодой, да, у меня внук все вроде... Ну ничего, как вы приходили там, ваши вот мастера, все сделали, мы ничего не меняли. Я, князь Дмитрий Алексеевич, заявляю, что все у меня должно быть нормально. Что-то у вас с передачей данных? Нет. Нет. Да. У вас какое устройство, с которым вы хотите поиграть в танки? Ну, компьютер, конечно, у меня большой компьютер. Я хочу в танке. Компьютер. Да. Он подключается к роутеру кабелем. Проводом, да. Провод FireWire. Да, у вас сейчас к роутеру ни одно устройство не подключено провода. У вас к устройству подключен только iPad Ирина по Wi-Fi. Больше никаких устройств у вас не подключено. Ирина, это дочка, дочка, дочка. Да, вам нужно проверить ваш компьютер. Вам нужно проверить правильность подключения. Я понимаю, что вы говорите, ничего не трогали, но это надо проверить. Как визуально, так и вытащить, ставить розетку. И при необходимости вам надо сделать сброс. Я понял. Да, мы же уже пытались. Слушайте, а вот у нас дело в том, что вот этот iPad, да, вот этот, как он, планшетник, вот это у меня дочка что-то, может, наклацала там, какие-то программы. Можете ее отключить, пожалуйста, полностью? Может, из-за этого все, соединение? Нет. Кабельное соединение не может пропасть из-за подключенного Wi-Fi соединения. У вас либо что-то с кабелем, он может где-то отошел. Проверьте его сзади роутера, хорошо ли он втыкается в роутер. Ну, мне отсоединить князь ему, Ирину, Ирку убрать со сети, чтобы ее не было, заразы. Сидит там, качает, наверное, что-то, скотина эта. Убрать ее с линии, с роутера. Можете перезапустить полностью роутер? Я могу вам пароль Wi-Fi поменять, если хотите. А-а-а. Я сегодня запомню. Никто не войдет, пока не будет пароль знать. Не надо, то я его потом забуду. Вы давайте мне его перезапустите, чтобы интернет пропал минуты на две. Сидит там в своих тиктоках, дрянь. Гадость. Да. Поэтому вам надо для подключения компьютера проверить, соответственно, ваше кабельное подключение. У вас здесь и не дело в планшетном, не в Wi-Fi. Здесь дело именно либо в настройках компьютера, либо в кабеле, который идет от роутера до компьютера. Слушайте, а можно попробовать Wi-Fi пароль поменять, а потом обратно вернуть тот, что был? Можно, но сначала надо дождаться. Вы сказали, чтобы перезагрузили роутер минуту на две, он перезагружается, как вы и сказали. А, вы сейчас перезапускаете, да? Да. Потом мы можем поменять. Надо перезапускать побольше, а то, мне кажется, он перегревается от этого планшетника. Нет, он... Нет, нет, нет. Дмитрий Алексеевич, поймите, что делать здесь данный штат. Либо в вашем компьютере, либо в сетевом кабеле между роутером и компьютером. Так у меня... Больше здесь дело ни в чем, ни... У меня компьютер FireWire соединяется без провода. Ну-ка, вы сами сказали вначале, что у вас компьютер соединяется по проводу. Я понял. Я вас специально спросил, как подключен у вас компьютер? Вы говорите, попробуй. Я надо посмотреть, что-то... Это Ирка, что-то за... В танки играю просто, мне никому не нравится в семье, что я в танках играю постоянно. Наверное, зараза поменяла бы. А можно вот, допустим, проверить раньше, вот, подсоединялся мой компьютер в FireWire вообще или нет? Вот Ирку видно, а меня... Можно посмотреть, я был там? Что такое FireWire? Ну вот, Ирка, сидит же... Вай-фай вы имеете в виду? Ну да, FireWire... Вай-фай? Да, да, да. Ирка там... Нет, вай-фай не хранит свои истории. Ясно. Значит, что я могу, вот, знать историю подключения вашего роутера, он у вас онлайн ежедневно. А ну-ка, сейчас планшет, планшет подсоединился, Ирка засунула. Он еще не загрузился, ваш роутер. Да. Когда он загрузится, планшет, скорее всего, подсоединится автоматически. Да, точно, ясно. Ну, а что там вообще, как, тарифы, может, какие-то новогодние акции будут, там, скидки для пенсионеров? Если вы хотите что-то по тарифам, вам надо обращаться в службу абонентской поддержки. Может, могу перевести вас на них, вы у них спросите. Я вот, а не, не надо. Слушайте, я вот хотел узнать, может, вам самогона туда прислать? Я занимаюсь, варю самогон. Брашку. Нет, спасибо. Скажите, у вас есть какие-то еще вопросы? Нет. Про работу способности. Да уж, я ж буду пробовать же, подсадять. Что ж, вы перезапустили, да, оборудование? Да, оборудование перезапущенное работает. Все, пароль не меняйте. Если у вас больше нет вопросов, нет, не меняйте. Нет, так что, это самое. Подождите, а вы можете пароль мне хоть напомнить? Ну, может, я не тот ввожу. Он у вас сзади на этикетке... Сзади на этикетке на роутер. Сзади на этикетке на ваш пароль. Сама. Большими буквами английскими, пожалуйста. Да, я понял. А Ирка там подсоединилась? Ну, переведите пароль. Айпад подключен? А, Ирка, вот она, сразу. Вот у нее сразу подсоединяется. У меня нету. Странно. Ну, потому что у вас что-то с настройками Wi-Fi. А, слушайте, ну соедините-то... Скажите, я еще чем-то вам помочь могу. Да, с акциями соедините тарифы, тарифы акций. А, хорошо. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я перевожу вас. Хорошего вам вечера. Вам тоже. Спасибо, Светлана. Акада Телеком, меня зовут Любовь, здравствуйте. Всем могу вам помочь? Да, Светлана, вечер добрый вам. Это Дмитрий Алексеевич Князев, Дмитрий Алексеевич, Чертановская, корпуса 2, квартира, Князев, Дмитрий Алексеевич. Слушаю вас. Нашли меня, Князева, Дмитрия. Да, да. Так, что там у нас по тарифам? 100, да? Скорость, да. Скорость интернета у вас до 100 мегабит. Боярку можно... Интерактивное телевидение с пакет. С пакет. Слушайте, сколько там будет доплатить, чтобы тарификацию, вот эротические каналы подсоединить, чтобы на Новый год смотреть, Дмитрию? Угу, поняла. Так, 150 рублей два канала для взрослых, Ночной и Игоист ТВ. Вот. Я вам могу приковать Ночной из тех соображений, что там 4 канала в одном пакете. А что там? Есть что-то такое прям взрослое? Ну, эти каналы, в принципе, считаются эротическим контентом. Просто я взрослый человек, я Дмитрий Алексеевич, я хочу расслабляться. Ну, я понимаю, Дмитрий Алексеевич, тем не менее, да, я почему и предлагаю вам именно... То есть, вы себя рекомендуете, да? Пакет, где не по одному каналу, да. Ну, ясно. То есть, смотрели, да, вы его взяли. Смотрите, да, да. Интересуйтесь. Нет, я не смотрю эти каналы. Да, да, да. Так, ну, а что-то по скидке, сколько при новогодней акции? Есть какие-то, чтобы их посадить быстренько? Нет, на премиум пакет предновогодних акций, в принципе, не существует. Этот пакет, по факту, он стоит 150 рублей. Месяц, да? Да, да, да. А там хоть уведомления будет на телевизоре, как я узнаю, подсаден вы или нет? Ну, а я вам скажу, какие каналы мы с вами проверим. Вы когда хотите подключить? Сегодня? Да я хочу, вы знаете, я хочу в ближайшее время, чтобы я расслабился, чтобы пришел, и жена просто улетает. Ну, так давайте сегодня подключим, и мы с вами как раз вот проверим, идет сигнал, не идет сигнал. Мне просто жена улетает, у меня Ирина зовут, Князева, Ирка, улетает в Маврикию отдыхать, а я останусь один, мне как бы выбор освободят девочек пригласить, либо смотреть ваши эгоисты ТВ, поймите ли я правильно. Я, Дмитрий Алексеевич, я хочу, я заслужил этого отдыха, поймите ли я правильно. Дмитрий Алексеевич, вам сейчас подключить? Нет, я проверю. Такая из себя, значит, тут об денег не будет, а потом что делать? Ну, сейчас у нас на балансе 383 рубля. Сколько? 383 рубля, у вас сейчас все оплачено на 40 рублей. Что-то вообще пыль какая-то. Так, а что там у нас есть, это гей-каналы, гей, для геев? Так, именно таких узкоспециализированных нет, могу Хастер Блю предложить. О, вот это вот уже Хастлера, это мой любимый, я только Хастер Блю, это мое блудо, да. А это вот Блю, да. О, это вот туда входит в пакет, да. Там, смотрите, это отдельный пакет, премиум, да, там есть вот один этот самый канал, то есть он как, ну, отдельным каналом идет, 100 рублей. 100 рублей, да, в месяц за Хастер Блю. Да, да. Чисто он узкий или какой? Да, ну, узкоспециализированный, конечно. Я вас понял, но мне надо не узко, а у меня уже там давно не узко. Я не об этом говорю, я говорю о тематике канала. А, а если его подсоенить и Т4 других этаж, может он дешевле выйдет? Нет, дешевле не выйдет, но подключить все вместе можно. Могу, можно, знаете, как сделать? Как? Вот этот вот, да, ночной, где 4 канала. Сколько? И пятым каналом, по ним, 4 канала. В пакете ночной, там 4 разных канала. Вот. И дополнительно к нему Хастер Блю можно подключить. Будет у вас 5 каналов. А там что, один Блю и все? Ну, это вам конкретно. Ну, а еще есть какие-то, просто имя Дима зовут, я люблю это все. Я понимаю, я вот по наполнению данных каналов вам консультацию заказать не могу. Я не могу сказать, что конкретно там показывает. Могу сказать, что Хастер Блю, да, он именно данной тематики. Ну, я понял. Ну, тогда и один Хастер, наверное, завтра. Сегодня договор заключаем, а завтра в действие вот зашел уже. То есть завтра в него дня вам его включить? Да, да. Где они сразу спишутся или когда? Нет, нет, что вы. Тут у меня просто нету сейчас. Жена забрала. Отплатка у вас идет по часу. Минуту, пожалуйста. Дмитрий Алексеевич, на линии побудьте, я сейчас подключу и вернусь к вам. Да, да. Да я, Дмитрий Алексеевич, я Ирку больше не люблю. Я люблю смотреть Хастер Блю. Ирку я не люблю. Хастер Блю, Хастер Блю. А Ирку я больше не люблю. А, Ирка, это дочка. Я нажила. Благодарю вас, Дмитрий Алексеевич, за ожидание. Все. Нужный вам пакет был подключен. Слушайте. Будет сигнал завтрашнего дня. Как мне проверить, что ж там хоть крутят? Как я проверить буду? Вы просили с завтрашнего дня включить? Я включила с 18-го числа, завтрашнего дня. Да. То есть с ноля часов, с ноля часов, сегодня включится. Да и что это место, столько времени ждать. Дмитрий Алексеевич, вы просили с завтрашнего дня. Ничего. Это 18-е число. А вы не хотите ко мне приехать? Я делаю так. Вместе посмотрим. Нет, я не хочу к вам приехать, Дмитрий Алексеевич. Нет, просто вместе настройте мне телевидение. Сотрудники контактного центра не занимаются настройкой оборудования. Так как. Ладно, тогда включите мне его, пожалуйста. Если вам требуется настроить оборудование, мы можем пригласить к вам мастера, но в ночную смену мастер не выезжает. Да нет, что мне мастер, что? Ну тогда отключите мне его нахер. Отключать? Да, да, я посмотрел. Или вам сегодня его нужно включить? Да я вот посмотрел в интернете, там девушек показывают. Мне нахер это не надо. Я мальчиков хотел. Там девочки вон. Там мальчики уже давно не показываются. Выключите его. Как вам будет угодно. Да. Так, значит, аннулируют, да, на канал. В таком случае еще что-то могу сделать для вас? Скидки мне, чтобы это, Школьница ТВ. Школьница ТВ данный канал у нас нет. Как нету? А для меня, для Дмитрия Алексеевича, для меня никак не его не подключить. Нет, мы передаем именно сигнал. Не более того, мы не являемся правообладателем ни одного из каналов. Я просто, я боюсь вот это подсоединять, Хастлер, а то вдруг жена позвонит, спросит, а вы скажете, что я подключал. А я хочу втихаря посадить и посидеть, посмотреть. Ну, в любом случае, в любом случае, собственно говоря, можем потом отключить. Вы сами можете это отключить через ваш личный кабинет. Как, собственно, и подключить? Да я ж не знаю, я же человек немолодой, блин, мне уже 45 лет, я не соображаю. Вам подсказать, как пойти в ваш личный кабинет? Не, не, Светлана, не надо иметь подробности, как куда сходить. Поймите меня правильно, я, я человек свободный, да, то есть, если есть желание, мы с вами можем сходить, хоть в кино, хоть там, в ресторан, вот, куда хотите. Я никуда не хочу, Дмитрий Алексеевич. По вопросу работы компании Акадо, у вас вопросы какие-то еще остались? Да не, меня Акадо устраивает. Вы скажите лучше, что там сейчас для новогоднего, акции для новогоднего, новогодние, какие есть. Новогодние акции не предусматриваются, именно, что вот именно новогодние? Не, по интернету, чтобы скорость больше. По вашему, по вашему пути, чтобы скорость больше? Да, у меня просто 1 гигабут, 1 гигабут. Так, у вас идет 100 мегабит получается? А если 1 гигабут? У вас до 100 мегабит по договору. Не, ну я понимаю, сотни, у меня 100 прием, 10 отдача. Я понимаю. А у меня скорость, чтобы быстрее 1 гигабут было. Чтоб я бас... Я вас подняла. Да, мне просто в танки играть. Это я лидер клана в танках. Знаете, танки играли? Да, в танки. Знаю. У меня муж играет. О, настоящий мужчина. Да. Так. Ну, сейчас, секунду. Если, допустим, можно поменять тариф... А какой ник у мужа, может быть, если выскочил там в треньке 1 на 1 на 10? Нет, Дмитрий Алексеевич, данную информацию я разглашать вам не буду. Это информация личного характера. Я бы с ним выскочил там в танках, в треньках бы, загнал своим кромбелем. Дмитрий Алексеевич. Да. Сейчас с вами разговор на отвеченную тему. Итак, вы хотели сменить тариф, чтобы скорость была больше. При смене тарифа, смена тарифа осуществляется только с 1 числа. То есть, если тариф менять сегодня, к примеру, максимальная скорость будет выше только с 1 января. Это первое. Второе. У вас сейчас по текущему договору, да, у вас подключены акции. То есть, 50-процентная скидка. О, для танка. Таким образом, если менять договор сейчас, да, то у вас эта скидка просто пропадет. Да, не тогда не надо. Сейчас, секунду, пожалуйста, я посмотрю. Не надо, не люблю, когда скидки пропадают. Я ничего в этом мире без скидок не покупаю. Я даже танки, в танках брал по скидке новогодние. Так если будет желание, скажите, это я, Дмитрий Алексеевич, я, Князев. Я готов тупо в танках любого разъебать. Дмитрий Алексеевич, ведите, пожалуйста, разговор корректно. Или я буду вынуждена замерзать разговор. Ладно, Светлана, извините. Я просто сейчас в танках еще играю. Еще какие-то вопросы у вас остались ко мне? Значит, как вы относитесь к тому, если я сейчас, допустим, украду интернет? Украдете интернет? Я роутер ваш переставлю в другую комнату, а вместо вашего поставлю туда дешевый китайский роутер. Специально вам. Это ваше право? Специально вам назло. Это ваше право. Сигнал будет хуже у вас. Да. А сколько ваш роутер стоит? Вы хотите его в собственность выкупить? Да. Сейчас уточню минуту, пожалуйста. Да. Пять тысяч. Ага. Ну, тогда я туда поставлю китайский за тысячу, а тот продам. Это оборудование предлежит компании. В таком случае будет штраф. И те же самые пять тысячи, вы будете все равно выплачивать компанию. Да я квартиру закрою, не упущу вас никого. Дмитрий Алексеевич, это ваше право. Я ответила на данный вопрос. Еще у вас вопросы какие-то текущие есть? Ладно. Нету. Ладно, я пошел в танки играть. Вы меня отвлекайте. Доброго вечера. До свидания, Светлана. Светлана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова